Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать события фундаментального характера, влияющие на динамику тех торговых идей и финансовых активов, которыми мы с вами торгуем и спекулируем. Сразу к делу, к тому, что на рынке творится. Начнем мы с нефтянки 65.37. Это то, что мы видим на данный момент. Я не отказываюсь от идеи, которую я предложил вам вчера. Это идея по продаже черного золота, потому что считаю, что тучи начинают понемногу сгущаться для девчонки. И мы сможем очень скоро наслаждаться потенциальным снижением, поскольку впереди очень важное событие. Сначала это встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа в рамках G20 в Японии, где будут обсуждать условия торгового соглашения. Но, как вы понимаете, лично я придерживаюсь позиций скептиков, считаю, что вряд ли какой-то прорыв будет обозначен. И плюс ко всему мы ждем еще и события уже в следующей неделе. Это встреча стран ОПЕК+, где будут обсуждать вопросы потенциального продления действия энергетического апарта. То, что котировки сейчас растут, это на старом топливе. Вот простите за такую тавтологию для рынка нефти. В Нижнем Востоке перерастет в настоящую военную фазу и открытое столкновение, не дай бог, конечно. Но сейчас спекулятивная тема в связи с этим довольно интересна, потому что периодически мы видим довольно жесткие комментарии и Ирана, и США в адресе Ирана. Вчера вышел отчет еще по запасам нефти в Штатах. Минус 12,7 это запасы нефти. Безусловно, на фоне таких данных нефть не могла не вырасти, запасы бензина также сократились. Но я повторяю, друзья, то, что недавно мы говорили с вами про форс-мажор на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в США, который перерабатывал 335 тысяч баррелей в сутки. Я допускаю, что на восстановление инфраструктуры понадобится очень много времени. Поэтому этот форс-мажор должен привести с определенным лагом, отразиться на динамике запасов и, в частности, стать причиной, может быть, их роста уже недели через две. Поэтому имейте в виду, у нас есть риск, который в этом отчете непосредственно может быть реализован. Почему я занимаю позицию скептиков относительно предстоящей встречи? Если бы все было безоблачно, если бы со стороны штатов сейчас звучали исключительно миролюбивые комментарии о том, что Дональд Трамп едет на встречу просто с распростертыми объятиями в адресе Цзиньпиня, то, что обсуждать будут в конструктивном русле, и все, и штаты очень хотят этой сделки. Но этих комментариев не просто нет, друзья, есть комментарии совершенно другого содержания. В частности, уже два дня мы слышим о том, как Трамп фактически отмечает тот факт, что эта сделка нужна, прежде всего, Китаю, но не США. То, что сделка хорошо, но если никаких договоренностей не будет достигнуто, штатам, в принципе, все равно. Трамп, я не понимаю, конечно же, лично его позицию в преддверии переговоров, не гнушается, опять же, сделать заявление о том, что если с Цзиньпинем не удастся договориться, не выработать какую-то основу для дальнейших переговоров, то штаты могут вернуться вплоть уже на следующей неделе к тому, чтобы поднять вопрос об установлении таможенных пошлин на оставшуюся часть китайского импорта. Как вы думаете, с таким настроем, с такими заявлениями от человека, который будет проводить эти переговоры, стоит ли нам рассчитывать на позитив? Ну, разве что Китай попробует прыгнуть выше головы, но уверен, что этого не произойдет. Поэтому вот у меня такая позиция, друзья, скептика, я придерживаюсь этой позиции и снова отсылаю вас на вчерашнюю отложку 64.80 в расчете на то, чтобы продать и прокатиться на дальнейшем снижении. Доллар иена 108.05, поскольку американская валюта растет против всего широкого рынка и против защитных активов тоже, можем обозначить сразу несколько позиций и причин, почему это происходит. Но в любом случае, с какой стороны мы бы не зашли, чтобы аргументировать рост доллара, все равно все будет упираться в явно сниженные ожидания относительно агрессивного подхода американского регулятора к росту процентных ставок. Сначала Буллард два дня назад отметил, что повышение, точнее снижение ставки на 50 базисных пунктов в ходе июльского заседания – это самый настоящий перебор. Потом у нас было выступление Паула, который тоже начал что-то мудрить с комментариями, и мы не услышали уже того агрессивного мягкого тона, который был в ходе заседания американского регулятора на прошлой неделе. Плюс ко всему он почему-то снова решил сделать акцент на то, что ФРС – независимый институт, влияние администрации Трампа и лично американского президента – ничтожное на американские регуляторы. Зачем это? Такое ощущение, что Паула на самом деле придерживается немного другой позиции относительно дальнейших изменений процентной ставки. Но, друзья, я думаю, что в июле уже все станет окончательно ясно. Мы все равно по доллару и иене неплохо просили, даже если сейчас пара немного откатит, все равно мы будем потенциально с точки зрения долгосрока в правильном направлении рынка и останемся в плюсе. Есть все-таки аргументы в пользу того, что ставки нужно снижать. Во-первых, это данные по заказам товара длительного пользования. Как я и говорил, на этой неделе мы разбираем статистику и используем ее как аргументы того, будет ли снижение процентной ставки в июле. Пока что данные плохие. Заказы снизились 1,3% с прошлого снижения на 2,8%. Сегодня у нас индекс расходов на личное потребление и годовые данные по ВВП – 15,30%. Завтра, безусловно, поговорим об этих отчетах. Я думаю, что также будут у нас причины и факты уже статистически говорить о том, что статистика действительно ухудшается. Еще хочу отметить снова Трампа, который вчера отметил, что Павел очень плохо делает свою работу. Мне понравился комментарий, что лично бы он хотел видеть во главе американского регулятора сейчас Марио Драги, который известен тем, что полит из всех орудий с точки зрения экономических стимулов. По доллару и иене, друзья, пока что оставьте в покое эту валютную пару, не открывайте новых позиций, сохраняйте короткие. Давайте посмотрим на другие активы. Истинпик, чтобы далеко не отходить от американской секции, снижается 2,928 пунктов сейчас. На пике мы были перед появившимися ожиданиями потенциального возобновления переговоров между США и Китаем. И рынок все-таки не стал дальше рисковать. Трейдеры стали фиксировать позиции, это спровоцировало откат. Если в эту субботу мы поймем, что США и Китай очень сильно далеки от потенциального соглашения, либо будут сигналы того, что это соглашение в принципе невозможно, снижение всех фондовых секций мира, конечно же, усилится. Я думаю, что первыми мы увидим потери в азиатских фондовых рынках и после уже существенной потери на американской фонде. Евро против доллара, все без изменений, 1,1350. Мы откатились от локального хаи, я надеюсь, что снижение европейца продолжится и дальше. По фунту такая же картина, 1,2682. От Карни я вчера ждал комментариев относительно планов по монетарной политике, но он говорил только лишь про Brexit, про его негативные последствия. Чуть-чуть используем подмену понятий и давайте поставим знак равно между агрессивным экономическим стимулированием и рисками Brexit. В принципе, это негатив для валюты. Австралиец против доллара 0,6992. Друзья, я прям рекомендую вам сейчас открывать короткие позиции. Все инвестбанки, за которыми я слежу, сейчас обе руки за то, что Резервный банк Австралии будет снижать ставки как минимум трижды еще до конца этого года. Не так давно Резервный банк Австралии пересмотрел текущую ситуацию со свободными трудовыми ресурсами, которые есть в экономике. И пришел к выводу, что только лишь снижение уровня безработицы может простимулировать рост инфляции как минимум 0,5%. Снижать безработицу они планируют более мягкой экономической политикой, более легкими условиями кредитования, поскольку это может привести к стимулированию развития промышленного сектора. Сектора услуг и впоследствии уже они будут создавать новые рабочие места. В июле, друзья, ставка будет снижена, запомните мои слова. То же самое и в рамках Резервного банка Новой Зеландии. Сейчас котировки 0,6680. Я также призываю открывать короткие позиции в расчете на то, что пара идет в районе 0,65. Подход будет точно таким же. Мы ждем июль и ждем снижения процентной ставки. Вчера в ходе сопроводительных заявлений Резервный банк Новой Зеландии четко разложил по полочкам, почему ставки нужно снижать, отметив и ухудшившиеся прогнозы по занятости, по инфляции, торговую неопределенность, пад в сфере услуг и промышленности. Я думаю, что это ковровая дорога к тому, чтобы мы настраивались на более агрессивный и мягкий подход. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok